Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, и сегодня я поняла, что скоро на моем канале ступни 200 подписчиков, а я так до сих пор не сняла видео, где бы рассказала, кто я такая, чем занимаюсь, и, собственно, почему решила начать вести свой канал. Так что сегодня я сниму для вас такое видео, и советую вам досмотреть его до конца, потому что в самом конце я устрою свой самый первый такой небольшой конкурс. Так что приятного просмотра! Итак, как вы поняли из названия моего канала, меня зовут Маша Чолак, недавно мне исполнилось 18 лет. Свой YouTube-канал я создала довольно давно, однако видео началось снимать только год назад, в августе 2017 года. И если вы подписаны на мой канал, или хоть раз смотрели мое видео, или просто пролистаете главную страницу, то вы поймете, что основной тематикой моего канала являются каверы. Я пою, пою я уже больше 10 лет. И друзья всегда говорили мне о том, что мне нужно записывать свои видео, куда-то их выкладывать, как-то продвигаться, развиваться. Но я никогда не воспринимала это всерьез, потому что считала, что это слишком сложно, непонятно, я никогда не смогу этим заниматься и это делать. Вот. Но два года назад, это было 30 сентября 2016 года, мой день рождения, я пришла в школу, и в моей однокласснице оказалась гитара. Честно, я не помню, договорились ли мы о том, чтобы она ее взяла, или это оказалось случайно, но факт остается фактом. И мы с ней решили исполнить песню, тогда было очень популярно We Don't Talk Anymore, Чарли Пут и Селена Гомес. Она и сейчас очень крутая, обожаю ее. Мы с ней сели, значит, в классе. Я вот так, помню, держала ей телефон с аккордами, чтобы она видела, и наша третья подружка снимала на телефон наше выступление. Тогда я, помню, спела один куплет и припев эту песню около того. И, собственно, выложила в Инстаграм. Я получила столько положительных отзывов после этого видео, столько людей начали писать комментарии, что им нравится, что это круто, что мы продолжали этим заниматься. И получилось реально круто. Да еще и дело в том, что мы с ней не репетировали, просто пришли, сели, спели, сыграли. И после этого я поняла, что это не сложно, это приятно, и это прикольно. Почему бы этими заниматься? Почему бы не снимать видео? Подумала я обо всем этом и забыла благополучно. Где-то через полгода Диана, та девочка с гитарой, снова взяла гитару в школу, и мы снова решили вспомнить песню, тоже опять Чарли Пута, очень любил этого певца, One Call Away. Тут мы уже сняли с ней полноценное видео, которое я впоследствии через год выложила на свой канал. Вот, я снова вложила в Инстаграм, снова получила кучу положительных отзывов, но опять как-то очень быстро мой энтузиазм прошел, и я забила на все это. Однако год назад моя подружка стала активно говорить мне о том, что надо создать свой YouTube-канал, что выкладывать видео в Инстаграм, это, конечно, хорошо, даже учитывая то, что я это делаю раз в полгода, но YouTube еще лучше, потому что это будет отдельный канал, куда я буду только свои видео закидывать, песен своих. Это платформа, на которую можно выкладывать длинные видео, не только какие-то отрывочки, кусочки в Инстаграм. Я подумала, что это действительно хорошая идея, и вот в августе 2017 года я выложила свое первое видео, кстати, на этом же месте его снимала, это было видео, была песня Кристина Перри, A Thousand Years. Вроде бы так она называется, простите, если я что-то не так сказала. A Thousand Years, вроде так. Вот. Я, кстати, ничего не удаляю, можете пролистать, посмотреть потом, да. Оно было снято без лампы, как сейчас, с очень плохим освещением, без микрофона. Я его, как и сейчас, тоже продублировала в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что я выкладываю туда не только те видео, которые у меня есть на Ютубе, но еще и те, которые не хочу снимать в полном формате. Так что, думаю, вам будет интересно. И часто пишу свои мысли под постами. Так что подписывайтесь. Да, после этой небольшой рекламы продолжу свое повествование. Вот. Я снимала видео, и чаще это были все-таки песни под минус, потому что, хоть я и умела тогда играть на синтезаторе, но как-то я боялась и на инструменте играть, и петь одновременно, поэтому не делала этого. Однако осенью я научилась играть на укулеле. Вот она, моя подружка. Если вы смотрели мои видео, то точно должны ее знать, потому что, ну, процентов 90, я не побоюсь этого слова, моих видео я играю, пою вот на ней. Я заказала свое укулеле с Алиэкспресс за 20 долларов, и спустя буквально неделю-две после того, как она пришла, я сняла свое самое первое видео с ней. Нервы самый дорогой человек. Кстати, тоже сидя на этом диване. И я поняла, что людям нравится, когда я играю на укулеле, людям нравится смотреть видео, когда человек еще играет в параллельном инструменте. Это реально круто. Хотя я и люблю и под минус иногда спеть, но под инструмент как-то атмосфернее, и ты сама отвечаешь за аккомпанемент. Как ты чувствуешь, так ты и играешь. Когда у тебя есть минус, это круто, бесспорно. Но ты подчиняешься минусу. Когда у тебя есть свой инструмент, ты регулируешь, и он подчиняется твоему голосу. Как ты захочешь петь, так ты будешь играть. Не в обратной последовательности, как это с минусом происходит. Я начала петь песни, играя на укулеле. Потом все-таки осмелилась на синтезаторе. И, собственно, по сей день я этим и занимаюсь. Играя на синтезаторе, на укулеле. Я решила, что хотела бы все-таки немного разбавить свой контент. Поэтому, возможно, на моем ютуб-канале будут еще разговорные видео. Даже невозможно, скорее всего. Мне очень нравится рассуждать на какие-то темы. Мои знакомые знают об этом. Очень люблю высказывать свою точку зрения. И я считаю разговорные видео действительно очень крутым жанром видео на ютубе. Сама их очень люблю. Потому что я считаю, что когда человек слушает мнения разных людей по поводу той или иной проблемы, его кругозор расширяется. Он, услышав разные позиции, разные аргументы, разные тезисы, которые приводят люди, формирует свое собственное мнение. Понимает, к чему у него больше лежит душа. С какой точкой зрения он больше согласен. И некоторые люди говорят действительно очень умные, дельные такие мысли, которые интересно послушать. И мне бы тоже было очень интересно поделиться своим мнением с людьми. Потому что, повторюсь, если хотя бы одному, двум, трём людям будет полезна данная информация, значит уже не зря это всё снимается, делается. Да и мне самой интересно порассуждать, поговорить с вами на какие-то темы. А теперь я, собственно, вернусь к конкурсу, о котором я упоминала в самом начале. В общем, после просмотра данного видео переходите в комментарий и пишите, когда вы на меня подписались, почему, что вам нравится на моем канале, что не нравится, что бы вы хотели на нем видеть, что очень важно. Напишите, возможно, тему, на которой мне было бы интересно послушать мое рассуждение. Ну или просто ставьте какой угодно комментарий и напишите там смайлики какие-то. Хотя мне, конечно, было бы более интересно слышать ваше мнение. И когда на моем канале стукнет 200 подписчиков, я выберу троих людей случайным образом, которым отправлю открыточку из своей страны и какой-то маленький подарок. Может быть магнитик или что-то около того. Мне было очень приятно с вами поговорить, поэтому не забудьте подписаться на канал, на мой инстаграм и оставить комментарий под этим видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!